Доброе утро! Вот подтягиваются люди уже на звуки. У нас здесь такие мистические звуки. Иван Тимофеенко сегодня у нас в гостях. Здравствуйте! Организатор интерактивного музея Ньютон Парк. Ну, что это за труба? Мы у нас в Ньютон Парке решили воспроизвести трубу Рубинса. Трубу? Рубинса. Рубинса. Рубинс был так ученый, да? Что она демонстрирует? Она очень ярко демонстрирует стоячие продольные волны. У нас звук – это продольная волна. Знаете, она колеблется примерно вот так. Ну, посмотрите, есть волны, которые вот так вот колеблются, они поперечные. Это как на глади озера. Или вот свет – это тоже поперечная волна. А вот звук – это продольная волна. И вот здесь у нас находится, с одного края трубы находится динамик. Это динамик? Да, вот от него идет у нас провод вниз. А вот здесь через эти две трубки, видно, да? Через эти две трубки у нас подводится пропан. Корючий газ, да? Вот здесь находятся маленькие-маленькие отверстия. Отсюда газ будет? Да-да-да, может видно, я не знаю. Небольшие отверстия, через которые будет выходить газ. Так вот, подавая звук определенного тона, определенной длины волны, что мы создаем? Мы вот здесь создаем волну, которая идет, она бежит вот сюда, отсюда-сюда. Потом она отражается от этой стенки, и возникает вторая волна. Бежит обратно. Отраженная, да. И вот в каждой точке у нас, получается, накладываются две волны. Одна первичная, другая вторичная, отраженная. И таким образом возникают различные области повышенного давления и пониженного. В области повышенного давления газ выходит очень быстро. Язык камня будет высокий. А в области пониженного он будет... Мне кажется, Иван так... Слышите, Иван так классно объяснил, что можно не показывать. Сейчас я запускаю. Нет, хочется посмотреть. Так, сначала мы газ, да, запустили. О-о-о-о-о! Сейчас, нужно его подрегулировать, чтобы он был не сильно, не сильно большой. Увидите пожарные на Копылово 50, не переживайте, это к нам едут. Так что ничего страшного, пропускайте просто. На наш огненный эквалайзер. Так. Ну вот, я подаю звук. Слышите? Видите, есть у нас область, где пламя выше, а есть где ниже, да? Сейчас я сделаю примерно 490. Так, сейчас... Сейчас добавим газку. Добавим, да. Ну что, видно? Видно. Есть у нас... Конечно, видимо, узор звуковой волны. Область, где высокое пламя, а есть где почти нету его. Иван, а можно музыку включать? Да, какую-нибудь песню, что-нибудь известную. Так, это было 490 Гц. Сейчас я сделаю в полтора раза больше. У нас должна быть как раз... Должна появиться еще одна волна. 690. Так. Так, сейчас видно, нет? Видно, видно. Вот, видите, стало 4. Было 3, да? Вот раз, два, три, четыре. Я как раз в полтора раза увеличил. Это огненный эквалайзер, да? Получается. Да, да. Теперь давайте что-нибудь включим, да? Давайте, давайте. Так, какую-нибудь музыку, которую все знают. Так, давайте сейчас посмотрим, что у меня здесь есть. Пока вы ищете трек, расскажите, работает ли Ньютон Парк в субботу? Да, 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 конечно. У нас в Ньютон Парке сейчас новая летняя программа. Совершенно удобная. Можно к нам прийти и в будний день, и в выходной. У нас в 2, в 4, в 6 наше новое взрывное шоу. У нас появилось множество новых экспонатов из геозоны. Можете прийти посмотреть. Мы знаем, что ваши взрывные экспонаты – это что-то. Постоянно проходят очень интересные, постановительные экскурсии, увлекательные мастер-классы. И, конечно же, эффектное наше шоу, которое я привожу к вам. Так, ну что, запускаем? Запускаем. Бенни Бенасси. Так. Ньютон. Это отлично, однако. Мне кажется, что такие штуки нужно встраивать в мангалы, согласитесь? Жаришь шашлыки, а тут... Бенни Бенасси так качает, что аж тушит. А, вот так вот? Ой, даже хочется, чтобы эта музыка длилась вечером с этим огнем. Учитывая, что сейчас на улице около плюс 12 и прохладно, нам здесь комфортно и тепло. Новое утро-гриль сегодня. Ну, здорово, да? Ну, вот у нас спрашивает наш режиссер, сложно ли такую штуку сделать себе на дачу? Ну, на самом деле, здесь нет ничего сложного. Здесь нужно взять трубу, просвиливать отверстие, подвести трубки. Знаете, сложно, не сложно, но опасно или безопасно? Конечно, это очень опасно. Это очень опасно. Зачем? Да, у вас в студии есть на нефтепроводе, вот, мне кажется, вообще здорово бы смотреться. Не надо, не слушайте, Сашу, вредные советы. От нефтепровода. Дайте, пожалуйста, титр сейчас, не повторять. Не повторять, ни в коем случае, да. Еще хотим сказать, что это послушать. Это эффектная штука, действительно, но если такое и делать, то только в Ньютон-парке. Приходите, там вам все покажут, расскажут, может быть, даже дадут поэкспериментировать. Есть еще какое-нибудь? Конечно, я вот сейчас ищу что-нибудь интересное. Классику. Нет, надо что-нибудь такое тоже, что качает. Качает? Огоненное, мне кажется, да, нужно. Это хоть чили-пепперс? Ну да, прикольно вообще смотрится. Так. Ну а здесь уже мало звука, да, немножко? Да, ну что-нибудь такое басистое, сейчас я включу. Что-нибудь басистое, вы знаете? Вот, отлично под голос подстраивается огонь. Где-то у меня Стар Варс был. О, как зловеще, да? И Дарт Вейдер выходит из темноты. Иван, я твой Ньютон Парк. Иван, уже очень жарко. Хватит нам пропадать? Да тут его полно, конечно. Да, вот такая классная штука. Огненный эквалайзер сегодня побывал в нашей студии благодаря Ньютон Парку и Ивану Тимофеевну. Там организатору Ньютон Парка, еще раз приглашайте к себе. Приходите к нам в музей, конечно, у нас очень интересно. Особенно сейчас летом, проводится очень много активности. И мастер-классы, говорю, и шоу, и новые экспонаты. Не пожалеете, точно. Или зовите нас к себе на любое мероприятие, у нас все выездное.